Вы слушаете радиоканал 60FM на волне 126FM. Для лиц старше 12 лет. Если вам не хватает, пишите письма. Москва государственная лица. Пусть все будет хорошо. Все, наверное, никогда не будет хорошо. Но мы будем к этому стремиться. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах Эхо Москвы в Пскове. Программа «Обратный отчет» в студии ведущий Константин Калиниченко. И сегодня в прямом эфире будем подводить итоги года. Ну, в общем, промежуточные, конечно. С депутатом Псковского областного собрания, депутатов, лидером Псковского «Яблока» Львом Шлозбергом. Лев Маркович, добрый день. Константин и все слушатели, добрый день. 5-6-7-3-7-2. Традиционный телефон нашего прямого эфира. 56-73-72. Звоните, задавайте Леву Марковичу вопросы. Высказывайте свое мнение по актуальным событиям уходящего, слава Богу, как говорится, уходящего года. Но поговорим, конечно же, о политических, прежде всего, итогах года, главных событиях в общественно-политической жизни нашей страны, ситуации в стране и в Псковской области в 2020 году, что Лев Шлозберг заносит, так сказать, в плюс, а в чем видит, наверное, неудачи в уходящем году. Обсудим мы планы на 2021 год, задачи на новый большой избирательный цикл, который у нас вот уже, наверное, в общем-то и начался. Лев Маркович, ну давайте вот и начнем. Чем более всего вам запомнился политический 2020-й, чем была наполнена политическая жизнь нашей страны? Это был самый неожиданный год за, пожалуй, 21 век. Это был год, который изменил весь уклад жизни всего мира. Я не смогу вспомнить, когда такое было в последний раз, и эти изменения не закончились. Вот буквально вчера ДДТ и Юрий Шевчук обнародовали гимн, в моем понимании гимн 2020 года, мир изменился, он стал другим. И это ключевая фраза, то, что произошло. Мы еще не осознали в полной мере, как изменилась наша жизнь. В политическом плане это был год консервации путинского государства, год, когда Путин не только политически, но и юридически объявил, что та Россия, которую он построил, не будет меняться. Он будет ее консервировать с помощью всех доступных ему способов. Мы получили год перелобачивания, перенарезки Конституции России, которая, по большому счету, утратила смысл. То есть в 2020 году Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 году, по большому счету уже несущественно важно как, но принятая в 1993 году, закончилась. Этой Конституции больше нет. Мы живем по Конституции Путина, которую он постарался привести в соответствие тому государству, которое уже было построено и нуждалось в некоторых юридических закреплениях. Он это произвел. Это был год слома всей системы выборов, когда сутью выборов является позиция власти. Вы можете голосовать как угодно, а мы будем считать как угодно. И вот эти два как угодно, они существенно радикализуют общественную ситуацию в нашей стране. Ах вы как угодно, ну тогда все могут как угодно. То есть государство фактически открыло ящик Пандора. Это год завершения России постсоветской. Она завершилась окончательно в этом году. И это начало России путинской, о которой никто не знает ничего, потому что это страна, в которой нет институтов. Это страна, в которой есть кланы, страна, в которой есть группировки. Страна, в которой нет, по большому счету нет правил, и в которой есть обычаи. И эти обычаи могут меняться произвольно в любую минуту, в том числе с задним числом. Это отложило существенный отпечаток на общественную жизнь и российскую политику. Мы находимся в начале очень больших изменений. Это не итог. Это итог того, что было с большим счетом 1991 года, за 29 лет. Это итог. Но мы находимся в начальном периоде больших изменений в нашей стране. И главное, на мой взгляд, главная проблема заключается в том, что у тех людей, кто сейчас является операторами российского государства, никакого образа будущего, России будущего у них нет. Все правильно понимают, что, по сути, еще в 2020 год мы вошли таким, ну, немного советским государством, а путинская Россия, она вот только начинается? Путинская Россия — это Советский Союз 2.0 с учетом новых экономических реалий. Путин стремится к воссозданию Советского Союза. Осталась последняя бывшая Советская Республика, с которой он пытается играть в эту игру, это Республика Беларусь. И этим определяется вся его внешняя политика. А все остальные республики, ныне самостоятельные государства, потерянные для Путина навсегда. Осталась только Беларусь. И поэтому он так настойчив в заигрывании с Лукашенко. Он надеется его купить на исходе его карьеры. Ну, да. Это с этим парнем, конечно, заигрывать, мне кажется, дорогого стоит. Уж на нашей стране это точно. Лев Маркович, ну что, на дворе вот этот самый 2020 год. Видите ли вы какие-то параллели с другими эпохами, чтобы нам, может быть, какие-то аналогии, так сказать, найти и понимать, куда мы можем приплыть? Знаете, почему ищут исторические аналогии? Потому что хотят найти ответ, что будет завтра. Конечно, именно, да. Хотят найти ответ, что будет завтра. И эти аналогии кажутся спасительными, а потом выясняется, что жизнь и история пошла по другому пути. Я все равно возвращаюсь всеми мыслями в 17-й год. Как ни парадоксально. Это год перманентного изменения государства. В 17-м году российское государство изменилось трижды. Сначала здесь, в Пскове, Николай Александрович Романов завершил историю Дома Романов и историю императорской России, царской России. Затем в сентябре, об этом не все помнят, временное правительство объявило Россию республикой, не будучи уполномоченным на такое решение. Затем произошел большевистский переворот. А затем были выборы в учредительное собрание в ноябре, уже после большевистского переворота. А это собрание было разогнано в январе 1918 года, поскольку большевики не видели себя, созданную ими параллельную систему власти, одновременно с легитимно избранным народом системой власти. Почему возвращаемся в тот слом? 102 года назад в России была сломана естественная государственная традиция. Государство было сломано полностью, навничать, до основания. И все, что происходит после этого, является результатом, последствием этого слома 1917-1918 годов. Это мысли, к которым нужно возвращаться, потому что, по сути дела, идея учредительного собрания, как идея осмысления российского государства, его структуры, его назначения, его общественного значения, это та работа, мимо которой пройти нельзя. И в 1918 году эту работу российского государства не сделана. Она остается не сделанной больше века. Вспоминать об этом российское государство не любит, не хочет. Именно поэтому, кстати говоря, в том числе поэтому, столетия 1917 года и тем более столетия 1918 года в нашей стране практически на государственном уровне не были отмечены. Прямых параллелей с тем, что сейчас происходит в России, нет. Их просто нет. Но я бы такую параллель провел, она, конечно, выглядит очень условно, и, наверное, в этой параллели будут критики. Я бы провел параллель с поздним Сталином. Это мой взгляд. Мы имеем сейчас в России человека, который намерен править пожизненно. Во всяком случае, это очевидно из всех его действий. Этот человек руководит всеми ветвями власти. Все ветви власти смешались. У нас есть одна ветвь власти. У нас есть Владимир Путин. И он руководит всеми. Он руководит теперь судами непосредственно. Он руководит парламентом. Он руководит правительством. Он не просто высшее должностное лицо и глава государства. Он глава путинской России. И вот это смешение всех властей и переход в центр принятия любых решений к одному человеку, находящемуся все-таки не в 18-летнем, не в 28-летнем возрасте, роднит ситуацию в России сегодня с ситуацией позднего Сталина, когда огромная часть общества ждет одного единственного события. Ну, мы не будем желать или вслух повышать. Мы не желаем. Мы не желаем этого события в том смысле, что мы никому не желаем смерти. Но совершенно очевидно, что значительная часть людей разуверилась в возможности естественных изменений, политических изменений, и ждет единственного естественного изменения в жизни человека, чтобы открылись иные возможности. Мне очень интересно, откуда у людей эта надежда была? Откуда вообще у нас в истории нашей страны, в принципе, не существует примеров исторических нормальной смены власти? Ну, теоретически, там можно что-то на начало 90-е как-то сослаться, но вообще-то у нас власть в стране всегда переходила либо в результате несчастного случая, либо в результате естественной смерти руководителя. Я все-таки отмечу две эпохи в истории России, которые имеют ключевое значение для понимания того, как все-таки в нашей стране пытались отстраивать институты. Первое – это августовские и октябрьские манифесты Николая II о создании Государственной Думы, наделение ее государственными полномочиями. То есть это впервые, фактически, Россия пыталась перейти к конституционной монархии, но не понравилась Николе Александровичу Романову Государственная Дума, избранная российским народом. Плохо пахло, слишком много мужиков в тулупах. Закончилось все это печально Первой мировой войной и большевистским переворотом. И второй период, вы совершенно правильно сказали об этом, это всего несколько лет, конец 80-х, начало 90-х годов, когда власть сменилась мирно и сменилась на выборах, и этот опыт испугал ту часть власти, которая считала, что смена на выборах не должна происходить. И эта часть власти в итоге одержала верх. На эту минуту Россией руководят люди, которые не просто не верят в выборы, они как раз верят в выборы. Они знают, чем могут закончиться честные выборы. Они закончатся уходом их от власти, и ничем другим они уже закончиться не могут. Именно поэтому они делают все для того, чтобы выборы утратили смысл. Поэтому мы сейчас находимся на очень серьезном перепуте, и особенность этой ситуации заключается в том, что любые изменения, в том числе самые радикальные, самые внезапные, самые кардинальные, могут произойти в любую минуту, в любую минуту. Власть боится. Это важно произнести, это важно озвучить. Главным мотивом действия российской власти сейчас в отношении общества, в отношении государственных институтов, в отношении всей политики является страх перед людьми и, больше того, ненависть к людям. 5-6-7-3-7-2, телефон нашего прямого эфира, программа «Обратный отсчет». Подводим итоги уходящего 2020 года, строим планы на 2021 год с лидером Псковского «Яблока», депутатом областного собрания Львом Шлозбеком. Лев Маркович, ну вот возвращаясь все-таки в 2020 год, что за год был? Год пандемии, ковид-19 или год конституции для вас? У нас были два ковида. Один медицинский, второй конституционный. Вот так. И оба они смертельные. Первый смертелен для людей, а второй смертелен для государства. Принятие конституции. С ковидом все более-менее понятно. Немножко сейчас еще обсудим его. Но вот возвращаясь к конституции, может быть, отталкиваясь в том числе от сегодняшнего, широко цитируемое заявление одного из авторов Ельцинской конституции, господина Шахрая. Вот не изменилась ли ваша позиция по конституции, потому как вот она начала сейчас постепенно, там путем нормативных актов уже прямого императивного действия в жизнь нашу входить? Мы с вами обсуждали до голосования по конституции в этой студии. И немножко после обсуждали. И после обсуждали, что дьявол скрыт в деталях, и окончательная физиономия нового российского государства будет ясна именно после внесения десятков федеральных и конституционных законов в Госдуму. Мы это видим сейчас. Это многочисленное количество костылей, подпорок, оградок и других сооружений, которые должны охранить, единственная задача в этих всех действиях, охранить власть у ныне действующих властителей в России. Никаких других задач нет. У нас звонок радиослушателя. Послушаем звоночек 567372. Добрый день. Слушаем вас. Здравствуйте. У меня вопрос к гостю. Не совсем по теме вашего разговора и итогов года. Но я думаю, что под некие итоги года это подходит. Тут и коронавирус, тут и политика, тут и активизм, тут и обычные люди и отношения к ним гражданам. Лев Маркович, скажите, пожалуйста, как депутат Псковского областного собрания, существует ли в областном собрании какой-то некий комитет или комиссия по депутатской этике? Насколько я помню, вас как раз в 2015 году, если не ошибаюсь, лишали мандата за что-то подобное, что там несопостоимое с депутатской какой-то вот этой, скажем так, с образом депутата. Вот тут на днях в псковских и в том числе не псковских СМИ история появилась, что главврач Невельской межрайонной больницы, да, тоже депутат областного собрания от Единой России Валерий Василевский, скажем так, мягко послал по известному адресу из трех букв местную активистку, которая в том числе собирала подписи, выходила на акции за сохранение инфекционного отделения. Вот, как ни странно, реакция-то неоднозначная была, что вот, например... Совершенно неоднозначная, да, разделились мнения, да. Да, псковские журналисты, например, написали, что она же его провоцировала, ай-яй-яй. Ну, по такой логике, наверное, если кто-то посчитает, что Владимир Путин его провоцировал, он может его прямо послать по известному адресу, но тогда, наверное, человеку минимум какой-нибудь штраф дадут. А вот тут, я так понимаю, что ничего не планируется. Вот скажите, пожалуйста, может быть, вы подумываете стать инициатором вот рассмотрения этого вопроса на какой-нибудь комитете по этике, или вы, наоборот, считаете, что, в принципе, это не стоит того, что это нужно рассматривать, давать какую-то оценку, может быть, в том числе для каких-то взысканий с депутатом. Он же все-таки народный избранник. И к тому же еще глава. Спасибо, спасибо. Ну, действительно, актуальная ситуация, Лев Маркович. Что думаете? Не совсем, может быть, да, по теме эфира, но... Но по той теме, которую обсуждают люди. Первое. Комиссия по депутатской деятельности существует, она может рассматривать заявление любых людей, в том числе рядовых граждан, о неэтичном поведении любого депутата. То есть комиссия получает заявление любого гражданина и обязана его рассмотреть на своем коллегиальном заседании. Обязана взять объяснение у депутата. Что касается данного конкретного случая, я считаю, что в Псковской области, как и во всей стране, происходит трагедия здравоохранения. Его убивают. Эта трагедия касается людей, миллионов людей, десятков миллионов людей в нашей стране, всех 623 тысяч жителей Псковской области, ныне живущих в нашем регионе. Она касается в полной мере всех врачей, всех медицинских работников, в том числе главных врачей. Ситуация этой трагедии, а это государственная трагедия, потому что медицина уничтожается государством, не кем-то. Российским государством, ни ЦРУ, ни НАТО, ни кто-то еще к этой деятельности, не причастны. Это наша медицина, и она находится в собственности российского государства полностью. И в этой ситуации общение людей, работающих в этой системе, и общение людей, жизнь которых и здоровье зависит от этой системы, становится крайне драматичным и крайне трагичным. Я не считаю, что депутат областного собрания, главный врач Невельской межрайонной больницы, Валерий Михайлович Василевский, имел право, так говорит с Катериной Клоковой, не имел права. Катерина Клокова задает абсолютно понятные всем людям вопросы, что будет с инфекционным отделением Невельской межрайонной больницы. Вопрос понятен, на этот вопрос дан ответ комитетом здравоохранения. Его не будет. То есть вы обращаться сможете, ставка врача где-то будет, но межрайонная больница, инфекционное отделение теряет, и государственное задание на 2021 год, оказание услуг по инфекционному профилю заболеваний отсутствует. Это известно. Но следует ли доказать у господина Василевского? В этой ситуации господину Василевскому нужно, на мой взгляд, чрезвычайное, как живому человеку, врачу, знающему всю меру этой трагедии, внутреннее самообладание, чтобы на вопросы любого гражданина, в том числе Катерины Клоковой, отвечать без трех букв. Если он сочтет возможным сказать ему, этому гражданину, Катерине или любому другому человеку, который к нему обратится, «Катерина, я ничего не могу сделать», или «Катерина, такова государственная политика, я на государевой службе, я выполняю государственную политику». Или сказать, «Катерина, я поддерживаю закрытие инфекционного отделения межрайонной Невельской больницы, потому что единственный врач-инфекционист, который это отделение возглавляло, к несчастью, скончался 27 октября, а другого врача мы до сих пор не нашли. Простите, Катерина, у нас нет врачей». Он может говорить все, что угодно. Он может обвинять себя, даже говорить, «Вы знаете, я вот не справился, у меня не получилось». Но не должен посылать женщину, мать восьмерых детей, или любую другую женщину, вообще не мать, или любого другого человека. Не должен посылать на три буквы, просто потому, что на три буквы послали все российское здравоохранение. И сделал это государство. Уже достаточно давно. Да. Ну, тут надо сказать, что господин Василевский принес, в общем-то, извинения, сказал, что погорячился, и где-то мы его, конечно, понимаем, что иногда мы все люди бываем несдержанными, что, конечно же, не оправдывает его как человека, наверное, прежде всего, и уж там во вторую, третью очередь, там депутата, главврача. Я считаю, что, наверное, неправильно было бы шельмовать его только за то, что он там, допустим, депутат от «Единой России». Это тоже, мне кажется, совершенно неверно было. Вы знаете, на депутате любом, от «Единой России», как партии власти, вот оппозиционная партия «Яблоко», любой другой политической партии несет жизнь, политика накладывает один очень важный отпечаток. Мы представители. Мы не только законодательный орган, мы представительский орган. Функция депутата – это представление интересов граждан. Понимая, что нужно гражданам, ни один представитель, не принадлежащий властному большинству, временно властному большинству, я так считаю, не принадлежащий оппозиции, не должен говорить с избирателями на таком языке. Вот и все. Это несомненно. Поддерживаю полностью. Лев Маркович, ну давайте о ковиде немножечко. Год-то такой вот у нас начинался, мы об этом ничего не знали. Слово такое… Знали. Мы думали, что это китайская болезнь. Где-то там она, и мало ли чем китайцы каждый год постоянно болеют. Опять же, не страшно, их полтора миллиарда. Я чуть не сказал, не жалко, не страшно, все-таки правильно. Константин, вы же гуманист, если я не ошибаюсь. Я известный гуманист. Так, поэтому прошу быть аккуратным, в том числе по отношению к китайскому народу. Публицист и гуманист. Очень уважаю китайский народ, русские, китайцы, братья, как известно, навеки. Ну вот в последнее время, да и в принципе в течение года мы очень много говорили о таком моменте, как статистика. На ваш взгляд, можно доверять официальной статистике по коронавирусу? К сожалению, нет. Это большая печаль. У нас есть три статистики смертности одновременно. Это вообще нонсенс. Иметь три статистики… Богатство выбора. Выбирайте, какая вам больше нравится. В этом логика. С этого момента статистика заканчивается и начинается вранье. Как минимум в двух местах из трех, а возможно в трех местах из трех. Возможно и в трех. У нас есть Росстат, который только что прислал мне ответ на запрос. Вот 20 ноября Псковский статистический комитет прислал мне ответ на мой запрос о смертности, объяснив, что не ведется статистикой смертности то, которое я запросил по видам заболеваний и по видам муниципальных образований именно так, как я запросил эту статистику. Мы сейчас анализируем этот ответ. Мы ждем также ответ комитета здравоохранения. Аналогичный абсолютно запрос. Все это будет опубликовано. Я это отдельно прокомментирую. У нас есть таким образом статистика Росстата. У нас есть статистика медицинских учреждений. Псковской области есть государственное учреждение МИАЦ, медицинский информационно-аналитический центр. И у нас есть так называемая статистика оперативных штабов. Вот ее бы лучше бы не было. Это статистика, по которой органы государственной власти, проще говоря, губернаторы, отчитываются перед федеральным центром и перед обществом о результатах борьбы с ковидом. Эта статистика политически мотивирована в абсолютном большинстве случаев, потому что возникают споры. Эти споры уносят на самом деле сугубо медицинский характер. Как регистрировать смерть человека, скончавшегося от коронавируса, если у него были иные сопутствующие заболевания? И вот возможность политически мотивированной статистики используется большинством губернаторов с тем, чтобы любую сопутствующую ковиду болезнь фиксировать как главную причину смерти. Это на самом деле имеет очень важное и печальное последствие. Мы получаем недостоверную статистику в свидетельствах о смерти, потому что это влияет на позицию судебно-медицинской экспертизы там, где она должна проводиться. Особенность ковида, уже изученная достаточно во всем мире, заключается в том, что это заболевание, которое вскрывает человека и умножает на 100 все его внутренние болезни. Если они были не очень значительными, человек выдерживает. Если они были значительными, плюс этому сопутствуют какие-то дополнительные отягощения, возраст, избыточный вес, вредные привычки, все что угодно, человек может умереть. Так вот, честная статистика от ковида должна заключаться в моем понимании в том, что необходимо фиксировать все заболевания умершего человека. Факт смерти человека с ковидом должен фиксироваться как факт смерти человека от ковида, потому что это показывает масштабы заболевания и масштабы трагедии. За год мир прошел огромное расстояние, медицина прошла огромное расстояние в подходе к лечению ковида. Помните, первые положительные тесты при отсутствии симптомов человека с полицией на скорой помощи везли в больницу, даже если нет температуры, нет кашля, ничего. Просто положительный тест. А теперь какая методика? А теперь лечат в больницах стационарно. Только тяжелых, а средних и легких томов, потому что опытным путем, трагическим в том числе опытным путем, установили, что если человек с легкой формой заболевания оказывается в стационаре, где лечатся люди с тяжелой формой заболевания, это может ухудшить его положение и привести к печальному исходу. Поэтому сейчас честная статистика это в том числе единственный возможный для властей способ честного разговора с обществом. Я приведу и уже не в первый раз, может быть, в этом эфире я об этом не говорил, но хочу об этом сказать, удивительный феномен взлета уважения к Ангеле Меркель, уходящему политику, которая готовилась покинуть и пост канцлера главы правительства, высшего чиновника в Германии, и пост главы своей партии после целого ряда чувствительных поражений или, скажем так, неубедительных побед, которые одержала эта партия. И в ситуации коронавируса, по сути дела, простая женщина Меркель, родившаяся в восточной Германии, заняла простую и правильную позицию. Первое. Государство объясняет, что оно делает. Второе. Государство ничего не скрывает. Третье. Она ведет такой образ жизни, который может быть примером для всех остальных жителей Германии. Она не ездит на показательные встречи без масок и не везет с собой обслугу без масок и не показывает это всей стране, потому что это плохой пример. Это плохой пример сейчас всей России. Показывает Владимир Путин, которого вывезли в какую-то оборонную точку и показывает ему очередные ядерные летающие игрушки. При этом ни на ком нет масок, ни на нем, ни на собеседниках. То есть ковид это шутка. Погодите. Вот оппозиция весь этот год, практически полгода, обвиняла президента, что он там в бункере у себя заперся, всего боится. Не в этом обвиняли. Обвиняли в том, что... Константин, это разные вещи. Прошу прощения, что я вас прервал. Оппозиция обвиняет Путина, во всяком случае та оппозиция, которой я принадлежу, в том, что он не взял на себя и на федеральные власти ответственность за общероссийские и ограничительные, и поддерживающие меры. И приложил эту ответственность на губернаторов, которые вообще под политическую самостоятельность не избирались. У нас даже в политической традиции, вот то, что вы говорили про Меркель, государство берет на себя, государство объясняет, но когда в нашей стране государство что-то брало на себя, и что-то объясняло. Константин, теперь настало такое время, что если государство сейчас в этой ситуации не осознает необходимость прямого, открытого, возможно конфликтного, где-то очень эмоционального разговора с людьми, оно утрачивает для людей смысл. Оно перестает иметь смысл. Зачем государство, которое не говорит правду, не помогает, не объясняет, но выдвигает некие условия, которые являются для людей отягощающими. По вашему мнению, такой вот условный общественный договор с государством сейчас как-то он может быть разорван. Он отсутствует. А, он отсутствует, его уже нет. Его нет. Любой общественный договор держится на честности. Государство честно объясняет людям, что происходит, говорит, люди, вот здесь опасно, здесь еще более опасно. Да, мы подтверждаем, все хуже, чем было весной в четыре раза. Вот такая статистика, вот такая угроза. Люди, мы берем на себя вот это, вот мы берем на себя вот это, мы распечатываем фонд национального благосостояния, мы продаем часть валютного резерва, мы стараемся не допустить ликвидации малого и среднего бизнеса, потому что он не восстановится, у него нет никаких запасов. Мы, допустим, такую-то часть лекарств выделяем бесплатно. Мы увеличиваем расходы на здравоохранение в три раза. Я повторяю эту цифру. У нас на будущий год весь федеральный бюджет 1 триллион 100 с небольшим миллиардов рублей. Это меньше на 11% чем в прошлом году, но при этом один бюджет Москвы при всем уважении к нашей столице свыше 3 триллионов рублей. На все здравоохранение России 1 триллион 120 с чем-то миллиардов. И весь бюджет Москвы свыше 3 триллионов рублей. Давайте разберемся. Россия заканчивается в пределах... Третьего транспортного кольца. Да, да. Либо, может быть, она после этого только начинается. Начинается, а там другая. Давайте... Но там живут, между прочим, 15 миллионов людей, включая приезжие. 15 миллионов человек тоже граждане России. Мы... Какую функцию выполняет российское государство? Ведь на самом деле... Точно помню, что мы об этом с вами говорили. У государства есть две функции. Создание условий для жизни человека и освоение территории. В любой самой кризисной ситуации, в ситуации эпидемии, в ситуации войны, в любой ситуации государство должно понимать, оно отвечает за жизнь на этой земле и за то, как живут люди на этой земле. У вас есть деньги? Тратьте на это деньги. У вас денег нет? Скажите честно, люди, мы все... Как это сейчас модно говорить? Не будем говорить в эфире, как это модно говорить. Мы все потеряли. Мы все потеряли. Мы вели себя неэффективно. Простите нас, люди, мы поумнели. А не поздно этот разговор сейчас начать? Никогда не поздно просить прощения, никогда не поздно признавать свою вину и никогда не поздно брать на себя ответственность. Неисправима только смерть. Неисправима только смерть. Согласен. 567372, телефон нашего прямого эфира, программа «Обратный отчет», в которой мы подводим итоги и будем скоро уже строить планы на 2021 год. С лидером Псковского «Яблоко», депутатом областного собрания, Львовом Шлозбергом, Лев Маркович, будете делать прививку от коронавируса при первой возможности? Думаю, что да. Спутник ВИИ или неважно, или иностранная. Смотрите, я могу пояснить. Я отношусь к той категории людей, которая много общается с людьми. Да, я постоянно использую маску, я стараюсь не посещать без нужды массовые мероприятия, но я не могу остановить свою работу. Я работаю политиком. Моя работа – это общение с людьми. Да, стало очень много общения дистанционного в социальных сетях. Его и всегда было больше, но доля этого общения увеличилась. Но я не могу уйти от этого общения. У меня жена врач, работающая в ковидном госпитале. Я знаю, что в декабре, вот в наступившем декабре, врачи Псковской области будут привиты. Открыто говорится, не скрывается информация, что это фактически третий этап клинических испытаний вакцины. Такого не было никогда. И об этом надо говорить честно. Государство должно говорить, да, мы сейчас будем стараться спасти большую часть медицинских работников, проводя с их участием третий этап клинических испытаний. Не нужно об этом молчать. Об этом знают все врачи. Знают, что если врачу свыше 60, а если еще выше 65 лет, сейчас нежелательно делать прививку, нежелательно этой вакциной, потому что последствия непредсказуемы. Организм возрастного человека ослаблен. Нужно прямо сказать открыто, люди до такого возраста прививаются в обязательном порядке. Я не могу назвать эту цифру, допустим, 50 лет или 55 лет. Сказать, с такого-то возраста по такой-то, по желанию человека. И человек берет на себя ответственность за эту прививку. А если свыше, допустим, 65, государство принимает на себя ответственность и рекомендует не прививаться. Человек имеет право привиться, но государство рекомендует не делать прививку, потому что производство не стабилизировано. Ну, это обычная история третьего этапа, как говорится, тестирования на живых уже людях. Да, но при этом люди должны понимать, что это третий этап клинических испытаний, и всегда будет процент людей, которые пострадают. Об этом нужно говорить открыто. Нельзя потом говорить, что что-то пошло не так. Это третий этап клинических испытаний, массовых испытаний, и риски людей, которые будут сейчас первыми прививаться, выше, чем те, кто будет прививаться уже отработанной вакциной. Это правда, и об этом государство должно сказать людям всем, всем без исключения. Ну, дай бог, чтобы оно так и сказало. Мне тоже иногда кажется, что наше государство, оно как-то иногда, что ли, стесняется о каких-то вещах говорить. Не стесняется, боится. Да, непонятно всем. Оно не понимает наше государство, к сожалению, российское государство, и лично Путин, не понимает прямой связи между честностью и доверием. Прямо сказанная правда – это основание для доверия. Умолчание и ложь – это основание для недоверия. На этом сейчас основывается весь кризис российского государства. Это кризис доверия людей к государству. — Давайте к региональной повестке перейдем. Лев Маркович, ну что, какова динамика Топсковского яблока? Положительная или, увы? Как вы оцениваете этот год в жизни регионального отделения? — Это был год, когда мы перестраивали всю свою работу по ходу жизни. Мы учились проводить выборы в ситуации эпидемии и учились проводить выборы в новой правовой ситуации при трудневном специфическом голосовании. — Я считаю, что мы получили бесценный опыт. Если бы мы таким опытом обладали на весну, у нас были бы другие результаты. Мы честно отреагировали на весеннюю ситуацию марта, апреля и мая и существенно притормозили нашу работу в поле при подготовке к выборам. — Сейчас ситуация хуже. Сейчас ситуация хуже многократно. И мы сейчас ведем, вот буквально сегодня, последний день избирательной кампании в Себежском районе и в Печорском районе, с учетом полученного летом опыта мы ведем избирательную кампанию в поле в ситуации более высоких угроз, чем весной. — То есть мы многому научились в этом году. Если бы, вот я не буду говорить про всех, я скажу о себе, потому что это моя личная ответственность. Если бы я понимал, как это будет летом, я бы кое-что делал иначе весной и в начале лета, когда мы выдвигали кандидатов и готовили их к выборам. В чем-то я был бы более решительным, в чем-то я бы объяснял людям, вот это делайте, вот этого не делайте. Но я бы никого не остановил. А весной мы на два месяца реально остановили работу нашей машины. Нам это дорого стоило. Я могу признаться, нам это дорого стоило. Это стоило мандатов. — Ну вот насчет дорого стоило, мы же помним, да, как региональное яблоко в 2019 году провело, по-моему, более чем успешную избирательную кампанию. Вот в этом году таких успехов визуально, по крайней мере, не было, да, статистически, наверное, можно даже сказать. А в чем причина? Это вот эти два месяца простоя или же власть нашла управу на вас, ну, на муниципальном уровне? — Нет, управы никакой не было. Этот год обошелся без каких бы то ни было судебных процессов и других провокаций. Главная проблема заключалась в том, что существенно сокращается круг людей, которые готовы участвовать в местной политике на уровне городских и сельских поселений. — А ты им не от лица оппозиции или вообще это общая проблема? — Это общая проблема. Мне хорошо известно, как десятки, если не сотни кандидатов от партии «Единая Россия» выходили на эти выборы. Это другая партия, это их право принимать такие решения. У них свои способы убеждения и добровольчества. — У нас таких рычагов, слава богу, хочу сказать, слава богу, нет. Вот те два месяца, которые мы протормозили в апреле и мае, они сказались на числе выдвинутых кандидатов. — Это привело к уменьшению числа мандатов. Но мы сталкиваемся повсеместно в деревнях, в малых городах с сокращением числа людей, которые готовы участвовать в местной политике, притом не только по самой готовности либо неготовности и способности человека участвовать в политике, а по очень критичной оценке результатов своей деятельности и вообще потенциала местного самоуправления. — Эта критичная оценка возвращается человеком самому себе, и он спрашивает, вот я сейчас выйду на выборы, я выиграю выборы, что я сделаю? — Если человек отвечает себе на этот вопрос, что я ничего не смогу сделать в этой системе, он не идет на выборы. В этом смысле, в этой ситуации нам нужно, и мы это делаем, убеждать людей в том, что участие даже одного активного человека в любой политике, государственной федеральной, государственной региональной, государственной местной, имеет значение, потому что это альтернативный человек. Он ведет другую политику, он может говорить то, что не могут говорить депутаты от власти и добиваться того, чего не могут делать депутаты от партии власти. Нам нужно максимально поддерживать таких людей. Многих из этих людей мы нашли на этих выборах, и многие из них стали депутатами, но это меньше, чем мы хотели и чем мы планировали. Если говорить об ответственности, я всегда несу ответственность, и я считаю, что все ошибки команды — это в первую очередь мои ошибки, а все достижения команды — это общие достижения. — Вы отличаетесь от... Ну ладно, не буду говорить с такового, да, там вам обратная логика достижения. Ну а ошибки — это ваши ошибки. — Нет, у нас так. — Хорошо. Лев Маркович, ну вот год был такой действительно непростой, нестабильный. Как вам кажется, усиливает власть давление на оппозицию или в этом смысле ничего нового? Бульдозер этот как едет уже не первый год, так и... — Власть испытывает давление на народ, в первую очередь на общество, и оппозицию как часть этого общества. Посмотрите, вот сейчас администрация президента уже в течение года пытается составить какой-то пазл очень странный, местами совершенно уродливый перед выборами депутатов Государственной Думы. В чем заключается эта работа? Работа, за которую люди получают государственные деньги, огромные зарплаты, живут абсолютно обеспеченно, могут не думать ни о чем, ни сами, ни дети, ни внуки. Они занимаются созданием фейков и фриков. На это тратится государственное время людей, занимающих государственные должности, находящихся на государственной службе. То есть все то, что они делали последние 30 лет, они делают сейчас. Они не понимают, что им делать в этой ситуации. В какой канал выпустить недовольство? Ага, попробуем вот таких-то людей. Ой, а это какие-то не те люди, что мы думали. Отодвинули этих людей. А давайте вот этим дам деньги, пусть они покусают, пощипают того-то. Ой, а они кого-то другого кусают, щипают. Давайте отодвинем. Это сплошное манипулирование обществом. Я считаю, что в этой ситуации ответственные политики должны делать то, что должны делать политики. Открыто говорить обществу, что мы хотим, что мы изменим. Притом я сторонник того, чтобы оппозиция, я буду говорить о своей оппозиции, о демократической партии, я не буду говорить за всю оппозицию. Должна объяснять обществу, что мы сделаем и какую мы будем вести политику, будучи парламентским большинством. Выходя на выборы в Псковское областное собрание депутатов, мы не ставим перед собой задачу преодоления 5-процентного барьера. Мы ставим задачу победы на этих выборах. То есть победа. Победа – это первое место. Команда «Яблоко» – это команда, которая готова взять на себя ответственность за Псковскую область сегодня в ее чудовищном бюджетном состоянии. Никогда нельзя ставить перед собой половинчатые задачи. До какой точки мы добежим, насколько у нас хватит сил, хватит силы общества, хватит силы у нашей команды. Это вопрос качества нашей работы и качества работы наших сторонников и работы общества. Никогда нельзя ставить себе задачу получить на экзамене тройку с плюсом. Надо всегда идти на пятерку. И тогда люди понимают, что мы будем делать. Тогда все то, что мы пишем, предполагаем и доказываем – это позиция будущей власти, за которую мы готовы нести ответственность. И это меняет отношение людей. Кстати говоря, именно таким образом в 2019 году наши кандидаты стали главами районов, потому что их кампания была не кампанией оппозиции кому-то. Это была самодостаточная во всех случаях избирательная кампания с позиции человека или команды в зависимости от вида выборов, что и как мы будем делать, став властью. Поэтому это получилось. Лев Маркович, ну вот вы часто пишите, говорите, ну практически, наверное, регулярно можно так сказать, что мы достигли очередного дна и так далее. А есть это последнее окончательное дно? Или это ваши прогнозы делаются, ну скажем так, чисто такая ваша предвыборная тактика? Потому что, ну я вот каждый раз наблюдаю, думаю, ну когда же, когда же мы пробили, а потом еще очередное дно. Вы вот, ну не знаю, демонизируете так ситуацию специально? Костя, вы читали Данте? Данте читал, правда, очень давно. Сколько кругов ада? Ну вы бы сейчас экзамен устраиваете. Сколько? Десять, да? Так вот, нет, нет последнего круга ада. Нет. Особенность человеческой психологии заключается в том, что никогда не может произойти чудовищное событие, после которого... Не произойдет еще более чудовищное событие. А в чем смысл тогда вот так пугать людей? Наши люди и так запуганы. Никто не пугает. Никто не пугает. Это не испуг. Мы никого не хотим испугать. Мы показываем людям результаты деятельности власти на каждом конкретном этапе и объясняем, почему мы с этим не согласны. Это не стремление испугать общество. Вот сейчас, возвращаясь к болезненной теме, с вопросом нашего слушателя, ситуация с ликвидацией, фактической ликвидацией инфекционных отделений в межрайонных и районных больницах. Это ситуация, которая является еще одной ступенью развала регионального здравоохранения. Это объективно так, об этом нужно говорить, вне зависимости от того, какие ресурсы сейчас мы можем привлечь для сохранения этого звена. Мы показываем эту проблему, общество поддерживает, что эта проблема существует. Наша задача заключается в том, чтобы об этом говорить с обществом. Мы выполняем функцию власти, мы говорим, господа, коллеги, друзья, товарищи, у нас есть проблема вот в этом месте. Еще вчера этой проблемы не было. В начале 2020 года эти отделения функционировали, свою работу выполняли, но не были готовы, как и вся российская медицина, как и вся мировая медицина, не были готовы к работе в условиях ковида. Но то, что они слабы, то, что они не защищены, и то, что они в значительной степени не готовы к этой работе, не является основанием для их ликвидации. И мы звоним, говорим, посмотрите, пожалуйста. Это существенная проблема. Это существенная. Лев Маркович, звонок у нас. Послушаем радиослушателя. 5, 6, 7, 3, 7, 2. Добрый день. Говорите, слушаем вас. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Лев Иванович. Добрый день. Добрый день. Очень рад, Лев Маркович, что вы приняли участие в беседе. Что хотелось бы сказать вам и людям, которые представляют Россию с большим набитым сундуков, золотовалютным резервом. Это мнительное богатство. И оно покажет в ближайшее время. Вся беда нашей России от того, что много нас людей, а маленькая производительность и благи, очень маленькие, распределять их очень по мизерным частям приходится. Что будет с нашей Россией? В объявленной войне информационной и противостоянии с другим западным миром мы уже оказались в блокаде. И в блокаде такой жить нам очень непросто и неприятно. Тут нам придется выбирать или военный коммунизм, который был век назад с жестким распределением продуктов, чтобы не умереть с голода. Или же, так сказать, вот как-то менять структуру нашей власти. Что наша власть совсем не хочет, понимаете, меняться под давлением внешним. Я хочу спросить у вас, Лев Маркович, следующее. Наш президент будет, по вашему мнению, до конца стоять насмерть? Или же все-таки ему проще будет найти человека? Я уверен, он смотрит и подбирает его, чтобы проводить изменения, изменения не такие, как вы предполагаете, косметические, а серьезные, которые Россию выведет в число передовых индустриально развитых стран. Вот такой мой вопрос. Спасибо за ответ. Ну что, я не знаю, честно говоря, мне кажется, что часть вы уже отмечали на этот вопрос. Нет, я отвечу, потому что вопрос прозвучал. Первое, я не верю в то, что Путин стремится к кардинальной реформе российского государственного и общественного устройства. Его устраивает нынешнее, но его вызывают большие опасения, сдвиги в общественном мнении и общественном сознании, критичные по отношению к этому состоянию власти. Путин делает все именно для консервации власти, и в этом его главная слабость. Он смотрит не вперед, он смотрит назад, он стремится зафиксировать вчерашний день. Поэтому он всегда опаздывающий, всегда отстающий, и, как показала ситуация с ковидом, колеблющийся, сомневающийся, не способный принимать быстрые и эффективные решения, за которые нужно нести личную ответственность и быть в прямом диалоге с обществом. Поэтому в Путина-реформатора я не верю. Уход Путина от власти, которая рано или поздно состоится, приведет к существенным изменениям в структуре российских центров власти, и предсказать, какими будут эти изменения, сегодня не может никто, потому что Путин уничтожил институты власти. Нет правил. Мы не знаем, кто окажется ближе к кабинету Путина, к ядерному чемоданчику и к точке принятия решений в тот момент, когда Путин будет уходить тем или иным способом. Что касается ситуации в нашей стране, и отчасти, наверное, это тоже связано с Путиным, я считаю, что Путин не доверяет народу. Он не верит в творческую, человеческую, свободную силу людей. Он не хочет им доверить принятие самостоятельных решений. Не верит в глубинный народ, да? Он не верит в глубинный народ, вы совершенно правы. Не верит. И на этом неверии базируется его исходное политическое недоверие к людям и стремление замкнуть всю политическую систему на себя лично и управлять государством в ручном режиме. Это абсолютно недолговечная модель, она закончится с уходом Путина от власти, просто потому, что эта модель не может жить без человека, лично нажимающего тысячу раз в день на эту кнопку. Лев Макович, еще у нас звоночек, послушаем радиослушатели. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Лев Макович, Петр Петрович, ваши давние слушатели. Короче, мы живем как до декабристского восстания. То есть декабристский воссталь молодежь подняли, все равно в 61-м году отменили крепостное право. Лев Валенция пришел, рабочий, сдвинул, и у нас однозначно через 100 лет оно так, ну, будем схематически всегда видно, будет однозначно молодые, нормальные придут, и все у нас изменится, 100%. И это даже модель изменит, и главное еще раз, модель изменит, это 100%. Спасибо. Спасибо. Ну, да, придут, не знаю, правда, кто... Я хочу полностью разделить оптимизм нашего слушателя. Да, изменится модель, придут другие люди. Это то, что называется живительной силой народа. Убить народ, уничтожить это стремление к нормальной, уважительной человеческой жизни невозможно. Просто трудно. Просто вот сейчас государство этому не способствует, а мешает. Но эти родники будут пробиваться сквозь этот асфальт. Лев Маркович, ну вот вы до звонков наших радиослушателей говорили, такая формулевка, яблоко, партия парламентского большинства. А когда, когда, как это все? Вот я совершенно не вижу никаких действий, предпринимаемых на этот счет. Год партии рулит, забываю фамилию, господин Убаков, даже фамилия забывается. Не часто мелькает в СМИ. Это такая вообще стратегия партии яблока практически не участвовать в активной политике лицом своего лидера, в частности. То есть, ну, что-то странное. По-моему, если вы хотите стать партией парламентского большинства. Константин, все демократические и политические организации сейчас испытывают существенный кризис. Это давление времени, это давление переходного периода, и это давление всей предшествующей истории яблока не исключение. Когда я говорил о яблоке партии политического большинства, я говорил о подходе, с которым демократическая оппозиция должна выходить на любые выборы, объясняя людям, какое государство мы построим, какую Россию будущего мы создадим. Это принципиальный подход. В партии идет эта дискуссия. Я участвую также в этой дискуссии. Что касается доли присутствия политиков СМИ, ну вот вы можете меня приглашать чаще, и будут говорить, о, эхо стало больше говорить о яблоке. А будете приглашать реже, скажут, о, куда-то яблоко исчезло, куда оно исчезло, куда вы дели льва. А, ну ладно, хорошо, может быть, он куда-то исчез. И внимание СМИ к политикам существенно влияет на представление общества. Мы сейчас находимся в моменте, когда всем людям, готовым участвовать в политике, нужно принять для себя одно очень важное решение. Либо эти люди считают правильным для себя уйти во внутреннюю эмиграцию, вот просто заниматься самосохранением человеческим. Не делать гадости, не участвовать в подлости, не соучаствовать в предательстве, не участвовать в уничтожении своей страны, но при этом уйти во внутреннюю эмиграцию, не участвовать в публичном политическом действии. И эта позиция, она понятна, поскольку эта позиция предполагает, во всяком случае, сохранение внутреннего мира нетронутым и незагаженным. А вторая позиция, это продолжать участвовать в политике и объяснять всем людям, мы готовы делать эту работу. Вот такую грязную, неприятную, которая еще неизвестно, чем для нас самих закончится, потому что она вызывает жесточайшую реакцию власти, жесточайшую аллергию. Нас реально ненавидят. — А вас не смущает то, что по данным социологов, в общем-то, и рейтинги партии «Яблоко», они тоже находятся в такой вот почти статистической погрешности? Не любит вас народ, не лично вас, конечно, а имеется в виду вот те идеи? — Нет, не смущает там, где мы качественно работали с избирателями, там, где люди увидели наше лицо, политическое лицо и те задачи, которые мы будем решать вместе с людьми, там партия «Яблоко» в Псковской области получала в мажоритарных округах на выборах до 64% голосов. — Это вопрос работы партии, это вопрос инфраструктуры, которую партия привлекает, это вопрос соучастия людей. Я могу сказать, что вот когда мы собираем деньги на выборы у общества, вот сейчас эти три небольшие внеочередные избирательные кампании, две в Печорском районе, одну в Себельском районе, все 173 тысячи рублей на эти выборы мы собрали у жертвователей из почти 40 регионов России, из наших жертвователей их около 1200 человек, свыше 100 человек — это жители Псковской области. Явка среди этих людей на выборы является стопроцентной. Мы должны формировать эти общественные связи. Мы сильны ровно настолько, сколько в нас вкладывается общество. Это закон публичной политики, это наша работа. Если вдруг кто-то из нас устанет делать эту работу, надо уходить. Пока ты не устал делать эту работу, делай эту работу, делай. Рифмак Ильич, ну мне кажется, что вы вот, понятно, что люди гордятся теми успехами, которые есть, но мне кажется, что вы вот гордитесь этими локальными совершенно, да, успехами, бесспорно. Но это все, мне кажется, заслоняет идею действительно борьбы за власть. То есть, ну, вы так будете еще лет 20, 30, 40, 100 лет барахтаться, гордясь очередными победами, там, в очередном районе вы там поведете кого-нибудь главу района вашего, сделаете. Ну, прекрасно, да, что это меняет? Не нашего, а народного. Народного, что это меняет? Костя, у меня есть два ответа на ваш вопрос. Первый – это цитата из классического фильма. Я часто вспоминаю эту фразу. Я думаю, что вы помните откуда. «Все, что могу». Не оттуга с кинематографом, Лев Маркович, даже не тратила именно это. «Все, что могу». Это первое. А второе – это и побеждая, и проигрывая, мы должны не останавливаться. Нет такой ямы, из которой невозможно выбраться, политической ямы. Ее не существует. Но это вопрос усилий. Мы сейчас с вами говорим одновременно о работе Псковской области и о ситуации с общероссийской партией. Я дважды претендовал на вопрос председателя партии. Я продолжаю работать в партии, с партией, в том числе наша работа в Псковской области привела к тому, что многие региональные отделения приступили к сбору средств на выборы через общественный сбор денег, и они в этом успешны. Я считаю, что для партии исключительно важно решать общие задачи. В любой партии есть политические конфликты. Вот сейчас у партии есть, на мой взгляд, принципиальная задача – это выборы в российский парламент, попытаться сделать все, что возможно, чтобы вернуть демократическую фракцию в российский парламент, сбалансировать ситуацию в нашей стране. 17 лет спустя. Эта задача должна объединить всех людей внутри партии, потому что это наша работа. Наша работа не только высказываться, наша работа выходить на выборы, собирать общество вокруг себя и побеждать на выборах. Это работа политикой. Евгений Павлович, мне кажется, вы опять говорите о процессе, а не результате. Мы попытаемся, наша задача – выходить на выборы. А когда вы скажете, что вот мы выйдем и эту власть заберем? Константин, в Псковской области мы так говорим ровно столько, сколько мы заняты здесь выборами активными, то есть 2010 года. Как только мы будем готовы выиграть выборы губернатора, мы их выиграем. Мы идем к этому. Ну давайте тогда немножко о 21-м. Что ждет Псковская область в 21-м политическом плане прежде всего? Будет лучше, хуже, гайку еще закрутят? Будет непредсказуемо. Во-первых, никто не знает, когда стабилизируется ситуация с ковидом. И я предполагаю, что вакцинация будет долгой, и до тех пор, пока значительная часть жителей не пройдет вакцинирование, с еще неизвестным результатом, мы не поймем, насколько мы контролируем общество в целом, власть общества, здравоохранение контролирует ситуацию с эпидемией. Это первое. Второе. Будут очень трудные, скорее всего, одновременные, как мы видим по событиям, скорее всего, выборы в Госдуму и в областное собрание депутатов. Это будет борьба за представительство граждан в законодательном и представительном органе власти Псковской области. Это будут главные выборы для Псковской области в этом году, главные. Они будут непростыми. Они не пройдут, как пять лет назад, потому что изменилось все. Невозможно собрать митинг на тысячу человек. И на пятьсот, и на сто. Лев Макоевич, вам же и карты в руки. Ваши сторонники как раз все в основном очень хорошо адаптированы к этим цифровым. Опыт показывает, что они везде. Они везде. Среди наших сторонников есть люди, которые не пользуются интернетом постоянно. И они голосуют за нас. То есть нам все равно придется искать баланс современной модернистской избирательной компании, которая будет сочетаться с традиционными возможностями донесения информации до людей. Какие личные цели ставите на 2021 год? Главная личная цель в 2021 году в Псковской области – это усиление фракции «Яблоко» в областном собрании депутатов. Усиление. Это сколько? Это больше, чем есть сейчас. Больше, чем есть сейчас. Больше, чем два. Это усиление. Что касается российских, я намерен всемирно, настолько, насколько мне позволят физические возможности, участвовать в выборах депутатов Государственной Думы, готовить команду партии «Яблоко» к этой кампании. Это является задачей общероссийской. Уходить от этой задачи я не буду. Ну что ж, премия полетела незаметно. Это был обратный отсчет на «Эхо Москвы» в Пскове. Итоги 2020 года. И строили планы на 2021 год. Мы сегодня с лидием Псковского регионального «Яблока», депутатом областного собрания, Львом Шлозбергом. Лев Маркович, спасибо, что были с нашими друзьями. Спасибо, Константин. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо, друзья. До свидания. Берегите себя. Проект «Обратный отсчет». Подводим итоги главных событий года. Редактор субтитров А.Семкин